друзья привет выгуливаем платье северное сияние такое солнце даже глаза слезятся сейчас покажу вам немножко себя ну а потом покажу какая у нас весна голубое-голубое небо решили прогуляться настроение прекрасное платье шикарное палантин за 200 рублей фикс прайсов вместе как и челма не забудьте прогуляться в свой магазин фикс прайс может быть вам понравится вот такая красота за такие цены вы мне там писали таких цен не бывает бывают мои хорошие бывают иногда попадаешь на такие вкусняшки и диву даешься действительно что такое вообще можно купить за такие деньги в общем и в нашем любимом парке который называется перлецкая дубрава и берем вас с собой посмотрим что там как там мы надях гуляли пили чай и представляете уже видели уточек которые видимо не улетали так что они уже кучкуется скоро будут наверное сидеть на яйцах и это наверно будут самые первые их птенцы ну что переключаюсь посмотрим что же там у нас парке друзья посмотрите сколько народу в парке там люди порно девочку если удастся мне и облака интересное голубое голубое небо сейчас солнышко зашло как-то сразу холодно но когда солнышко сразу градусное строение поднимается вот она красавица первый раз вижу белку в этом году ничего не серые боюсь пугнуть боюсь даже говорить по талочку это не все мы и но а а а и и и и и и и и Так хрупкая, быстро-быстро, голодная после зимы. Скоро поменяют шуму, будет рыжая, а сейчас пока вот такая серая. Класс, милота. Какая красавица, какие красивые кисточки на ушах. Женечка так аккуратно берет рюкзак, чтобы ее не спугнуть. И лежал. Вот, кушать хочется. Голод побеждает страх. Очень красиво. Посмотрите, какие причудливые облака. Как будто идет борьба весны с зимой. Прям посмотрите, какие причудливые облака. Взрывы на небе. Льма все-таки берет еще свои права. Но, тем не менее, уже в воздухе чувствуется, что все-таки это весна. Мы взяли с собой чай. Сейчас где-нибудь зайдем в скамейку или беседку. И там уже я включусь. Вместе с вами попьем чайку. Не знаю, Леша брал чего-нибудь чая или нет. Девочки, я уже скоро месяц. Так не ем ничего сладкого. 23 февраля я запомнила эту дату. В общем, никакие пищемушки. Ни мороженое, ни конфеты. Ничего. Толку пока мало. Сбросила всего килограмм. Стала набирать вес. И решила, что надо что-то с этим делать. Как-то избавляться от лишнего веса. Это уже тяжело. Я уже чувствую это. Ходить тяжело, наклоняться тяжело. Какая-то быстрая усталость. В общем, решила взять себя в руки. И, в общем, вот месяц держусь. Ну, чай и кофе я вообще давно, уже лет 15 пью как без сахара. Но побаловаться печенюшкой, конфеткой, мороженцем. Это, конечно же... Это, конечно же, есть. Ну, вот решила. Конечно, нужно дать физическую нагрузку. Но с этим пока не так. Признаюсь честно. Вот. Вот. Парк Терлецкая Дубрава. Вот. Ну, народу сегодня очень много. Ну, решила как бы ограничить себя в сладком. Вот пока держусь, говорю, уже скоро месяц. Толку мало, но все-таки, я думаю, толк будет. Лешик говорит, что надо месяца два. Только тогда будет какой-то толк. Ну, вот пока только минус один. Конечно, возраст имеет значение. Если до 40 это было очень легко сбросить, то сейчас все сложнее и сложнее. Вот здесь у нас стоит такая машина. Это спасатели. Тут же пруды у нас. Вот. Спасательная служба. И они сейчас живут в машине, а им строят вот такое здание. Видите, уже подняли. Вот такое у них будет здание для спасателей. Вот. И они потом, когда строительство закончится, они, конечно же, перейдут в это новое здание. Ну, а мы идем по маршруту. Я так поняла, Лешик идет в беседочку, чтобы там немножечко отдохнуть и чайку попить, порелаксировать. Свежий воздух. Елочки. Ой, красота. Все равно вот снег очень быстро оседает. Прям на глазах. Если вчера еще... Ну, высота вообще меняется снежного покрова каждый день, причем заметно. Оседает, оседает, оседает. Сейчас у нас уверенный плюс. Я точно не знаю сколько, но плюс. Вот. Там недавно у нас высадили вот такие елочки. Сейчас приближу. Вижу, они не все прижились, но, в общем, их потом немножко обновляли. Те, которые не прижились, удаляли и опять насаживали новые. Вот. Купальный пруд. Сейчас он не купальный. Вообщем, вы никогда не купались в этом пруду, он грязный. Детвора, конечно, купаются, там даже сделали прязную зону, кусочек, все дела. Но я в такую воду зайти не могу. И тесто изделяю. У нас вот такая флякость. Сейчас покажу вам свои сапоги. Если помните, это вот сапоги для Снегурочки. Как-то делала обзор с интернет-магазина New Chic. Вот. Одела на кроссовки. И теперь иду по лужам смело. Красота. В общем, сейчас зашла. Что-то там опять заказывала. Посмотрела, они лежали в заказе. Можно посмотреть, что я и когда заказывала. И сейчас они подорожали, по-моему, 10 долларов. Но все равно очень удобно. Получается около 700 рублей, там 9 чем-то. Одел на любую обувь те же самые кроссовки. И вот в такую погоду, когда вот так вот слякать мокро. Красота. Вот Лёша предлагает сюда. Ну хорошо, давай сюда. Вот наша беседочка. Сейчас мы присядем, подъем чайку. Ну и потом еще кружочек и домой. Вот. Такие беседки, они вот здесь без крыши, а вот здесь с крыши. То есть, если дождь, можно сюда вот перейти. Вечером освещение здесь у нас включают. В общем, удобно. Вот. Вот. Лёшик достает термос. А-а-а, все-таки взял. Не, Лёшик, я не буду. А вот такое-то будешь? А вот такое буду. Вот это печенье, кстати, кто странеет, оно без сахара, бодрость называется. С отрубями. Да, с отрубями. Я его вот, когда уж совсем не в моготу хочется сладкого, я беру это печенье, вот бодрость, ложечку меда и отвожу душу. Ну вот пока не срывалась. И шоколадку будет Лёшик сегодня. Ну я не буду. Ну тогда я тоже. Тогда будет тебя ждать. Я вот печенье, эту штучку возьму. А, шоколад с имбирем, черный который или какой-то. С имбирем типа для похудения, да? Ага. Нет, не буду. Я знаю, что если я сейчас себе позволю, то всё, это всё. Это тормоза будут спущены и приговариваю всю плиточку. Так что не буду. В общем, сажусь пить чай. Такой вкусный чай на свежем воздухе. Друзья, выходите, гуляйте, дышите. Класс. Друзья, сидим, пьём чай. И Лёшик здесь говорит, мне сегодня Google прислал, что было в этот день 19 марта в прошлом году. Я постараюсь вставить эти фото, но хочу сказать, это небо и земля. Сейчас вот такие сугробы, снега. И посмотрите, что было год назад в этот день. Всё-таки очень интересно, что есть такая вот функция Google, которая тебе напоминает, что было там год назад в этот день. И есть сравнение. И диву даёшься и думаешь, неужели это и правда, что вот такая весна была в том году. Даже листья, по-моему, на деревьях, да, Лёш? Не на всех, я поймал там такое. Крова зелёная. И вот в этом году, 19 марта, да, конечно, уже веет теплом, уже весна идёт, уже чувствуется, витает в воздухе особый запах вот этот весны. Но, тем не менее, ещё лежат сугробы. Ну, и вообще эта зима была очень снежной. С чем-то лет такой зимы не было. Так что, понятное дело, что снегу нужно время таким сугробищем, чтобы растаять. Ну, а мы дальше продолжаем пить чай, релаксировать, расслабляться, наблюдать. И желаем вам хорошего настроения. Друзья, сидим, отдыхаем. И вот, что я хочу вам сказать. Вот это платье «Северное сияние», которое из дорогой пряжи «Альпака Э» от «Линос Ду Норт», по-моему, так называется итальянская фабрика. Я вам что хочу сказать. Вот сейчас на улице, сейчас вот солнышко уже село. Плюс два градуса. Вот, плюс два градуса. Мы сидим на скамейке. Уже больше часа. Уже больше часа. И мини-холода. Вот, просто кайф. Я... К чему все это? То, что дорогая пряжа, она, так это скажем, эфемерно дорогая. Во-первых, если ее скомбинировать с другой ниточкой, вот так как я сделала в этом платье, расход будет минимальный. Но кайф, я вам хочу сказать, это вообще беспредельный, потому что, ну классно. Вот я сижу без пледа, вот моя коленка, вы видите, вот это платье. И мне не холодно. Мы сейчас сидим, пьем чай, релаксируем. Я даже коленки не укрываю пледом. Вот это о чем говорит, что выбирайте правильную пряжу. На платье ушло всего 350 грамм вот этой пряжи. По-моему, по 400 сентона рублей за 500 грамм. Я думаю, что это не так уж и дорого, но кайф вы получите неимоверный. Я просто рекомендую эту пряжу от Linus de Nord Alpaca Air. Спонсором здесь был, по-моему, магазин Snoop Studio. Это московский магазин на Ленинградском проспекте. Я думаю, что вы уже поняли мою позицию. И я всегда стараюсь говорить правдиво. И как бы не хочу никого обманывать. Говорю как есть. Но я сейчас просто кайфую. Я сейчас просто кайфую. Мне очень нравится это платье и комфорт, который я получаю вот сейчас в парке. От того, что мне тепло, уютно и классно. Просто классно. Друзья, возвращаемся домой. Уже буквально несколько шагов осталось до нашего подъезда. Посмотрите, что я вам хочу показать. Вот эта квартира, которую я давно наблюдаю. И наблюдаю вот эту вот божью коровку. Она вот с нашей стороны. То есть она на улице, да? Вот такая вот красота. И люди, которые живут в этой квартире, я думаю, что у них всегда хорошее настроение. Потому что, когда они приходят в эту комнату, они видят вот эту божью коровку, которая их радует. Ну, а вы сейчас наблюдаете еще облака, которые отражаются от этого стекла. И я думаю, что у вас хорошее настроение. Друзья, мы уже дома. И решила все-таки в этом влоге показать немножечко свои продвижения по вот этой прекрасной работе из пряжи Милана. И хочу сказать, что все будет совсем не так, как я планировала. У меня часто такое бывает, когда я планирую одно, получается другое. В общем, показываю вам вот так вот, что у меня уже получилось. И одной своей подписчице, которая меня просила показать, как я буду разводить вот этот V-образный вырез в стороны, я говорила, что по вырезу у меня будет идти вот такая, даже не косичка, а это жгут. Так вот, мои хорошие. Скорее всего, по вырезу будет идти совсем не жгут, а будет идти вот такая часть вот этого элемента, который идет по одну сторону и идет по другую сторону. Почему так? В общем, опять одним ударом пытаюсь убить сразу даже ни одного зайца. И решила вот эту вещь, вот эту накидку. Фото постараюсь вставить. То, что вообще, откуда идея и откуда ноги растут. Но у меня все будет по-другому. Будет вот такая V-образная горловина. Но если у вас есть немножечко фантазии, то вы поймете. Вот это будет одна сторона, такая же будет сторона вторая. И все это будет заканчиваться капюшоном. Как-то и мои подписчики просили, чтобы я сделала какую-то, хотя бы одну модель с капюшоном. Вот, в общем, я решила убить сразу вот одним ударом несколько зайцев. То есть здесь я планирую, опять же, не знаю, какая шлия под хвост завтра мне попадет. Но, в общем, хочу сделать капюшон. И чтобы капюшон был вот с этим красивым элементом. Вот этот оран по центру капюшона. Вот можете себе представить, у кого хорошее воображение, как вообще это все будет выглядеть. То есть, представляете, здесь V-образная горловина, к которой будет крепиться капюшон. Скорее всего, здесь будет шнуровка. В общем, вот такие мои задумки. Ну, осталось совсем немного. Мне продвинуться немножко вперед, где-то сантиметров пять. Это где-то будет, если вот так вот я покажу вам, где-то сантиметров шестьдесят, наверное, до начальной точки, откуда я начну вывязывать вот эту V-образную горловину. То есть, изделие будет достаточно длинным. Ну, я думаю, чуть ли не, чуть выше колена, я так предполагаю. И, в общем, вот такие у меня задумки. Возможно, вот эта наша прогулка, которую вы видели в начале ролика, так на меня повлияла. Я не знаю, что, но, в общем, я хочу превратить вот эту пончу-накидку для пышных дам. Кстати, для полных дам очень хорошо подойдет эта модель. Совсем чуть-чуть подождите, и я все вам покажу и расскажу. Не знаю, как это будет, по петельной или нет, но постараюсь донести до вас так, чтобы вы смогли потом это связать. Так что осталось совсем чуть-чуть. Ну, а на этом все. Я вас всех обнимаю, всех люблю. До скорых встреч. С вами была Елена Ситникова. Пока-пока.